Девушки отдыхают Это ее ребенок А наследство – хороший задел для его дальнейшего благополучия Сможет ли женщина отстоять интересы своего сына, если это серьезно осложнит жизнь больным пожилым людям? Я осталась в какой-то непонятной ситуации Непонятен мой статус, жена я или разведенная Ты нахалка, вот твой статус Может ли покойник развестись? Как разделить наследство, если свидетельство о смерти получено раньше, чем свидетельство о расторжении брака? Узнаем в суде Вместо богатой свадьбы и медового месяца на острове Невеста осталась без жениха наедине с разгневанными родственниками и огромными долгами Теперь ей придется рассказать о своем позоре в суду Истец Андрей Герасимов в лице своей матери Натальи Герасимовой Выдвигает иск о восстановлении срока для принятия наследства доли квартиры умершего отца Ответчик Валентина Горохова против иска возражает Так, пожалуйста, истец, изложите ваши требования Угу, хорошо Ваша честь Я требую восстановить срок принятия наследства Дело в том, что у меня была уважительная причина Нет, подождите Сначала поясните, пожалуйста, суду Кем является умерший вашему несовершеннолетнему сыну? Борис является отцом моего Андрея Борис это кто? Борис это тот, кто умер 7 месяцев назад Горохов Борис Иванович Горохов Борис Иванович Является отцом моего Андрея Вы состояли в браке? Нет Он признал ребенка? Да, он признал, и в ней свидетельство о рождении То есть в браке вы не состояли? Нет С умершим? Нет Но имеется сын? Да, имеется сын, и мы 16 лет Которого признал при жизни умерший, так? Да И у вас имеются документы? Конечно Пожалуйста, передайте через судебного пристава Свидетельство о рождении Свидетельство о смерти и о подсовстве Так, дальше Дело в том, что 7 месяцев назад Борис умер Но у меня была уважительная причина Я не могла заниматься процессом наследования И предоставлять интересы сына У меня мать была очень сильно больна Она была парализована Там есть отпуск А вот вы представили как раз документы Да, да, да Мне выдали отпуск О том, чтобы я могла о ней побеспокоиться и позаботиться Правда То есть вы даже ушли с работы? Ну, пришлось И только когда она умерла Я смогла заниматься этим телом Но полгода-то уже прошло на тот момент Правильно я вас понимаю? Нет, три месяца Не прошло еще? Три месяца А, три месяца с момента смерти С момента смерти Бориса, да Откуда вы узнали о том, что умер отец вашего ребенка? У нас сообщение было вообще в социальных сетях больше всего И я на самом деле об этом и узнала Какой-то пост друзей в одноклассниках, кажется То есть из социальных сетей? Да Через каких-то друзей вы узнали о смерти? Тоже есть, я распечатала, да Скажите, пожалуйста, а умерший общался с вашим ребенком? У нас была переписка Я высылала фотографии Чтобы он видел, как мальчик растет То есть он как-то присутствовал в вашей жизни? Помогал материально? Какие-то копейки высылал Но алименты я не подавала Вы пошли в материальную контору Совершенно верно И что вам там сказали? Что есть однокомнатная квартира Которую вот Ответчица получила Я считаю, что мой сын Уже было выписано Выдано свидетельство о наследстве Совершенно верно Ответчику, так? Да И вас нотариус отправил в суд, правильно? Конечно Хорошо Ответчик, слушаю вас Ваше отношение к иску? Для меня это катастрофа просто Это прям как гром среди ясного неба Эти люди Я не знаю эту женщину Это какие-то родственники Из интернета появились Я ее не знаю Я не слышала никогда о внуке 16 лет Я не слышала ни разу за эти годы Что у меня где-то растет внук Она не пыталась Вам сын не говорил об этом? Нет Она не Сын не говорил И эта женщина не пыталась Ни связаться со мной Ни как-то Не знаю На связь выйти 21 век Она жила далеко Не надо было погонять 20 лет назад Ваша честь Дело в том, что я продала Как только я получила Эту квартиру По наследству Я переехала туда И переехала не одна Я продала дом Который принадлежал моему отцу У меня есть старый отец Он ветеран войны Он инвалид Он И сколько ему там осталось жить? Я хотела, чтобы он пожил нормально В городских условиях Я перевезла его Вашего папу, да, вы перевезли? Да, моего отца Моего отца, который воевал Который прошел всю войну И я хотела, чтобы Было хоть немножко Ну, чтобы как лучше получилось Получилось так ужасно Что мы с ним оказывались на улице Но вы понимаете, что ЕСС не так просто пришла В интересах своего сына Я понимаю, конечно Я могу освежить ей память На самом деле Суд сейчас спросит вас об этом Дело в том, что Но вы действительно не знаете ИССа Или вы рукаете? Нет, нет, нет Никогда не говорила Никогда не видели Не упоминала Так, истец, пожалуйста Сейчас, ответчик, минуточку Пожалуйста, истец, поясните Вы знакомы с ответчиком? Конечно, я знакома 17 лет назад Борис решил познакомить Меня с матерью Он тогда сказал, что он женится Ну, она сделала все Чтобы мы расстались Даже когда он уехал от матери Снял квартиру И уже просто ей сказал, что он женится Она сделала все Ну, что сделала все? Что она сделала все? Ну, вы понимаете Когда любит свою мать Сын, конечно Ему хотелось Ну, что, она его отговорила? Не просто отговорила Она называлась шалавой Из общежития Я не могу повторять такие слова Которые говорила она про меня Жили мы вместе Это был момент Когда он действительно снимал квартиру Ну, взрослый человек Он хотел пожить отдельно Он ушел, да Потом вернулся Ну, а как вы думаете Что, как вообще могло так произойти Что вы проживали вместе С вашим сыном умершим? Да У него имелся ребенок О котором он не просто знал Он его признал Потому что свидетельство о рождении Он указан отцом И мальчик носит фамилию отца А я не знаю, по какой причине Он его признал Может быть на него давили как-то По какой причине он его признал Это понятно Потому что он его считал сыном И это его сын А вот по какой причине Он вам об этом не сказал Такие отношения с сыном были Интересно, как я должна была связаться Когда меня просто выгнали Я уже даже не буду Такие слова говорить Какими словами она меня выгнала И я еще после этого Должна рассказывать Что у него растет внук Нет, вы не должны Конечно же Естественно рассказывать Она бы еще спросила Как я его одна поднимала Какие-то документы имеются Да, конечно У меня есть свидетельство О регистрации права собственности На квартиру Которую я получила в наследство Я еще хочу сказать Договор купли-продажи дома О свидетельство о смерти сына Я еще хочу сказать Что все деньги Которые я получила При продаже дома своего отца Я уже истратила Я вот Я купила три участка на кладбище Вот я могу фотографию показать И заказала плиту Большую нагробную плиту Я хочу, чтобы мы все После смерти были вместе Все три покорения О, я мертвых она побеспокоилась Чтобы мой сын Я и мой отец Передайте, пожалуйста Документы через судебную прессу О мертвых она побеспокоилась А то, что внук Истец, скажите, пожалуйста А вы сейчас где проживаете? Я в Калуге проживаю У вас там квартира? Да Суд удаляется для вынесения решения Далее в программе Я осталась в какой-то непонятной ситуации Непонятен мой статус Жена я или разведенная Ты нахалка, вот твой статус Все имущество уже было поделено Супруги развелись И осталось только дождаться Вступления решения суда В законную силу Но мужчина скончался Теперь бывшая жена Объявила себя наследницей Ведь штампа о разводе нет Вызвать тогда? Нет Он абсолютно любит Так все тишина Вот бардак, скажите Дарить свадебный подарок до свадьбы Плохая примета Невеста не верила в приметы И подарила жениху автомобиль Но вместо того, чтобы стать мужем Он стал ответчиком в суде Наташа, отзови ты свой виск Раньше надо было думать Я вообще не верю, что Борис сказал про Андрея Нет, он не говорил Я не верю Я продам эти участки Я не верю Прошу садиться Оглашается решение суда Суд принял решение Иск удовлетворить Восстановить срок для принятия наследства Признать несовершеннолетнего сына умершего Принявшим наследство И признать за несовершеннолетним сыном умершего Право собственности в порядке наследования по закону На одну-вторую доли квартиры Принадлежащую умершему отцу Соответственно доля ответчицы уменьшена до одной-второй Свидетельство о праве наследства Выдано ответчице признается судом недействительным Данное решение суд принимает в соответствии со статьей 1155 часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации Которой предусмотрено восстановление срока На принятие наследства В случае, если он пропущен по уважительной причине Суд признает причину пропуска срока уважительной Понятно решение? Мы остаемся на улице У вас остается одна-вторая доля в квартире Мы не сможем ничего купить, это гроши Вас никто оттуда не выгоняет Истец, как я поняла, проживает в другом городе Вам нужно договориться между собой Кто, как и где будет жить Ну дайте нам дожить, хотя бы о сыне И вам нужно подумать о том, что у вас память о сыне Это ваш внук, живой внук Который сын вашего умершего сына Вы меня не слышите А скажите ему, что у него есть правнук Может быть, это как-то поддержит его и продлит его годы Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Ну конечно, когда Валентина стала говорить о месте на кладбище Я поняла, что люди не меняются Но расплата состоялась хоть и поздно Наверное, юридически все правильно Но потерять квартиру единственную в 65 лет – это тяжело Но я постараюсь с новыми родственниками как-то наши отношения наладить С внуком Истец просит признать за ней право собственности На доли в супружеском имуществе Личном имуществе умершего мужа В порядке наследования по закону Ответчик иск не признает Считает, что истец не имеет прав на наследство Пожалуйста, истец, я вас слушаю Ваша честь, я прошу признать за мной имущественное право На половину собственности, которая была нажита совместно с моим мужем И половину собственности, которая была в личном его имуществе В порядке наследования по закону Дело в том, что месяц назад скончался мой муж С которым мы прожили в браке 8 лет Последнее время с ним жилось тяжело У него были проблемы на работе Здоровье пошаливало И он перестал быть уравновешенным Он стал раздражительным Ты его раздражала? Мы даже иногда жили порознь Он жил в загородном доме, я в городе И вот однажды он решил, что нам нужно развестись С чего бы? Сначала мы решили, что поступим мирным путем Мы заключили соглашение о разделе имущества Потом мы договорились о том, когда мы пойдем в ЗАГС подавать заявление Совместных детей нет? Совместных детей нет А потом мы ненадолго помирились И вроде бы даже хорошо все было Но соглашение не отменяли? Соглашение отменяли, да, но по-прежнему в силе То есть у вас имеется соглашение о разделе имущества? Да, совершенно верно Закон допускает заключение соглашения о разделе имущества в период брака Вот, и произошло так, что у него снова произошел какой-то эмоциональный всплеск И он подал в суд исковое заявление о том, чтобы развестись и поделить спор на имущество Он там насчет денег упирался, но сейчас это не имеет значения Брак расторгнут? Конечно, он упирался, это не твои деньги Брак не совсем расторгнут Что значит не совсем расторгнут? Дело в том, что мой муж, он этого не дождался Он, видимо, перенервничал И у него... Ваша тесть, она довела его до смерти, понимаете? Помолчи, пожалуйста, Светлана Он умер даже, не дождавшись этого развода, который он ждал, наверное, как маму небесную Я вам предоставляла слово, отвечу Извините Не предоставляла Поэтому дождитесь, пожалуйста, когда суд вам предоставит слово Его нашли мертвым в доме на следующий день после смерти Это произошло через... На следующий день после смерти Да, и это произошло через три дня после того, как было принято решение суда И получается, я осталась в какой-то непонятной ситуации Непонятен мой статус, жена я или разведенная Ты нахалка, вот твой статус У тебя совести нету Так, ответь, пожалуйста Пока что именно вы так себя ведете Извините И я обратилась за юридической помощью, где мне разъяснили, что нужно подать апелляцию на то, чтобы остановить ход дела в связи со смертью стороны в процессе Чтобы дело было прекращено Вы подали апелляцию? Ну ладно, потому что я не понимала, как это так получать свидетельство о разводе с мертвым человеком Потому что, получается, свидетельство о смерти было выписано ранее Было прекращено производство по делу о расторжении брака и разделе имущества В то же время осталось соглашение о разделе имущества, которое вы подписали при жизни мужа До того, как начался бракораздводный процесс Правильно я вас поняла? Да, совершенно верно Хорошо, документы передайте, пожалуйста Соглашение Что-то еще желаете пояснить суду? Ну, я хотела просто сказать о том, что я пыталась мирным путем договориться со Светланой И обратилась к дочери умершего, чтобы мы... А кем приходится ответчик вам? Я законная дочь Дело в том, что когда я обратилась к Светлане вне рамках судебного заседания Она мне сказала, что она ничего решать не хочет, что развод есть развод Так все решено! Вы все поделили! Что ты еще хочешь? Ты мою долю хочешь забрать? Так ответчик! Я просто свою хочу вернуть, то, что мы вместе наживали Какое имущество было нажито в период брака? У нас во время брака появился дом, у нас появилась квартира, у нас было два автомобиля Основной спор был по поводу денег Они были на счете в размере 2 миллиона 600 тысяч рублей Светлана, можно подумать, ты заработала, да? Ты знаешь, мне отец ближе, чем он был тебе Так прекратите разговаривать друг с другом То есть вы просите выделить супружескую долю из всего имущества, которое осталось после смерти вашего мужа? Да, совершенно верно И просите выделить одну вторую, правильно? Половину Одну вторую, да Половину И супружеской доли Оставшуюся половину вы просите как разделить? Я прошу разделить пополам между мной и ответчицей Светланы Михайловны Между вами и ответчицей Других наследников не имеется умершего? Нет Понятно Вот ответчик теперь, суд задает вам вопрос Ваше отношение к иску Вы согласны с исковыми требованиями? Не согласна Поскольку Истец не состояла в браке с вашим отцом? Состояла, но они уже развелись Они подписали друг другу соглашение О том, что он уже до смерти передал ей половину своего имущества И машину, и квартиру Да у него настроение постоянно менялось Ты вообще знаешь, что у вас Причем у него настроение, если ты постоянно его доводила до каких-то состояний таких? Кто кого доводил? Ты понимаешь, что он даже умер по твоей вине? Ты видишь, как он для состояния после его смерти нахожусь Я вынуждена вообще в суд пойти Слушай, у тебя что-то хватило вообще всю эту иску подать? Ответчик, ты все получила Ведите себя прилично Истец, вы закончили свое выступление Если что-то желаете добавить, то чуть позже После того, как выступит ответчик Пожалуйста В общем, она не жила с ним год до его смерти И главное, что у него плачетная квартира У кого из вас имеется соглашение о разделе имущества? У меня имеется Как они поделили имущество? А он ожидал ей квартиру, переоформил Одна из квартир, которая была у него в собственности И автомобиль, которым она пользовалась Сам он уехал в загородный дом То есть остался загородный дом Еще одна квартира двухкомнатная Еще один автомобиль Еще один автомобиль И деньги в банке Денежные средства в банке На сумму 2 миллиона 600 тысяч Да Она к этим деньгам не имеет никакого отношения Почему вы так считаете? Потому что она не работала толком Она не откладывала их В данном соглашении о разделе имущества Которые стороны составили Что поделено? Квартира Одна осталась в собственности отца Вторая перешла ей Одна квартира осталась в собственности мужа Вторая перешла в собственность жены Машины Одна Точно так же Одна в собственность мужа Вторая машина перешла в собственность жены Что указано в соглашении по поводу дома? Дом остается у отца Что дом остается в собственности мужа Про денежные средства в этом соглашении Они судились из-за этого Они остаются у мужа То есть в соглашении не указано, что денежные средства делятся между супругами. Не указано. То есть про денежные средства в соглашении ничего нет. Так истец? Совершенно верно. Деньги у нас не поделены. То есть деньги не поделены. Загородный дом, согласно этого соглашения, перешел в собственность вашего мужа. Да. Вам досталась квартира, автомобиль. Да. То есть наследственное имущество состоит из еще одной квартиры, загородного дома, автомобиля и денежных средств. Почему вы просите выделить во всем этом имуществе супружескую долю? Потому что нет совести. Все наживалось при мне, благодаря мне. Насколько я понимаю, соглашением вы не просто разделили имущество, но и исполнили данное соглашение, и часть имущества уже по этому соглашению перешло в вашу собственность. Вообще на словах Михаил обещал мне поделить деньги, и почему они не вошли в финальный вот этот год? Ну вот коль скоро они не вошли, они и должны делиться. Они и должны делиться. И именно об этом у вас было, насколько я вижу из постановления о прекращении дела, именно они вошли в иск о разделе имущества. Совершенно верно. Вот я, собственно, поэтому и хотела бы, чтобы... Но вы заявляете на все имущество требования? Ответчик продолжайте. Ваша честь, простите, у них когда был развод, они разводились, она раскрыла свой рот и сказала, что хочет половину денег. Слава богу, отец тогда смог доказать, что она не имеет к этим деньгам никакого отношения. Что они присутствовали доказать? Я знаю, потому что я наблюдала за все, что происходило. Ответчик, что конкретно, отец, пожалуйста, не мешайте. Что конкретно отец смог доказать? Доказать, что она не имеет к этим деньгам отношения. Каким образом он это доказывал? Видимо, он предоставил выписки о том, что пополнение счетов было именно с реквизитов его фирмы, там, где он работал. То есть она к этому не имела отношения. Эти 2 миллиона 600 тысяч он откладывал на... Скажите, пожалуйста, имеется ли у вас вступившее в законную силу решение суда о разделе имущества? Нет. Не имеется. Почему у вас его нет? Потому что не прошло 10 дней. Нет, потому что решение не вступило в законную силу. И дело было прекращено в связи со смертью ответчика. Но их развели, семьи нет. Нет никакого супружеских долей. Вы ошибаетесь. Супруги нет. Тебя нет вообще в целом. Здравствуйте. Был предъявлен иск о разделе данных денежных средств. И решение не вступило в законную силу, поэтому мы на него не ссылаемся. Как вы считаете, вы возражаете против раздела этих денежных средств и против выделения супружеской доли в этих денежных средствах? На каком основании? Потому что она не заслуживает их. Она то, что получила квартиру и машина. Она даже этого не заслуживает. Вы хотите сказать, что ваш отец зарабатывал деньги, откладывал их, а истец не работал? Не работал. Поэтому я наследник. Как это не работало? Поэтому вы считаете, что она не имеет права на эти деньги? Конечно, не имеет. Ну, они же были в браке отложены истцом и заработаны в браке. Он решил, что ничего не хочет ей передавать еще при жизни. То, что он умер, это просто совпадение. Он сам заявил, что он не хочет ни рубля наличными ей передать. Чем вы можете это подтвердить? У них было соглашение, где он оставил только машину и только квартиру. Деньги он не хотел ей отдавать. Денежные средства не вошли в раздел. Денежные средства супруги не делили. А про загородный дом указано в соглашении, что он переходит в собственность вашего отца. В случае расторжения брака, вернее, не в случае расторжения, а прямо уже в период брака они поделили имущество. Верно, но во время развода она заикнулась о том, что она хочет денег. И отец ей отвечал насчет этого, что она ничего не получит. Передайте документы. Мировое соглашение есть, которое мировое не подписали. И у меня есть соглашение, я проживаю в квартире, которую он не успел переоформить на нее. То есть вы фактически приняли наследство, вы хотите сказать, да? Да, она все, что могла, она уже все получила. То есть, получается, она больше половины. Все, что положено было по закону, то и получилось. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Вы вальдик? Нет. Он абсолютно серьезно себя. Так все тишина. Вот бардак, скажите. Вместо богатой свадьбы и медового месяца на острове, невеста осталась без жениха наедине с разгневанными родственниками и огромными долгами. Теперь ей придется рассказать о своем позоре суду. Суд принял решение. Иск удовлетворить частично. Признать за исцом право собственности на одну вторую долю супружеского имущества, которое не было разделено с мужем в период брака. Признать за исцом право собственности в порядке наследования по закону на одну вторую долю имущества, которое является личной собственностью умершего. Суд признает за исцом право собственности на одну вторую долю имущества, которое не было разделено в соответствии с соглашением о разделе имущества, представленном суду, так как в случае раздела общего имущества супруга в период брака та часть имущества, которая не была разделена, составляет их совместную собственность. Это предусмотрено статьей 38 часть 6 Семейного кодекса Российской Федерации. В судебном заседании установлено, что часть имущества, нажитого супругами в период брака, было разделено между супругами, и исцу перешла в собственность квартира и автомобиль. Согласно данного соглашения, вторая квартира и второй автомобиль перешел в собственность мужа. Также в собственность мужа переходит дом, перешел, уже перешел дом, и данный дом, так же как квартира и машина, являются личной собственностью умершего. В данном имуществе у исца отсутствует супружеская доля, так как это имущество, согласно данному разделу, перешло в собственность мужа. Что касается денежных средств, то суд как раз именно в этой части удовлетворяет иск и признает за исцом право на супружескую долю в половине денежных средств, оставшихся после смерти мужа. Оставшаяся сумма после смерти мужа составляет 2 миллиона 600 тысяч. Соответственно, истец имеет право на супружескую долю в размере половины данных денежных средств, а это составляет 1 миллион 300 тысяч рублей. Понятно решение? Понятно, Ваша честь, но с моральной точки зрения это несправедливо получается. Мы же основываемся на нормах закона. Дело закрыто. Прошу всех встать. Поздравляю, дочка. Поговорим еще. Пришла. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Хотелось бы, конечно, обсудить больше, но сколько ни есть, все же больше, чем ничего. Я считаю, что эта женщина недостойна всего, что она получила. Это очень наглый, очень жадный человек. Она не заслуживает этого. Истец Ирина Разумихина подает иск о передаче ей в собственность автомобиля. Ответчик Андрей Исаев иск не признает. Заявляет, что автомобиль принадлежит ему. Слушается дело по иску о передаче в собственность автомобиля. Истец Разумихина Ирина Ильинична, ответчик Исаев Андрей Олегович. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Здравствуйте, ваша честь. Я хочу, чтобы этот негодяй мне отдал мою машину. Дело было так. Мы с Андреем познакомились полгода, очень быстро закрутился у нас роман. Он, конечно, умеет очень красиво петь девушке, басни всякие, рассказы, идеальные картинки, какие у нас будут дети, какая у нас будет с ним идеальная семья, что обязательно у нас должна быть свадьба, самая дорогая, чтобы вот золото, бриллианты. Ездили мы с ним в самый дорогой ресторан, в салон по аренде лимузинов, самый дорогой портной у меня должен быть. Вот все должно быть, вот прям вот, чтобы все пришли и ахнули. Так вы брак-то зарегистрировали? Брак мы не зарегистрировали. Я сейчас расскажу, по какой причине. Он мне вот это вот все вешал, вешал лапшу на уши, какие у нас там омарок, у нас там шампанское и так далее. Мы должны обязательно с тобой пожениться. Кстати, вот еще мало того, он мне предлагал поехать на Мальдивы на неделю. Вот. И в конце концов уже наступает почти, ну вот, ближе к свадьбе. И он мне такое говорит. Ирочка, ты знаешь, вот нам нужна машина, вот ребенок родится, нам понадобится обязательно вот это транспортное средство. Вот. Я вот хочу после свадьбы в кредит купить иномарку, вот это вот все. Ну, я такая думаю, ну, если мы становимся общими, мы образуем ячейку общества, семью. Вот ни разу на зала себе не давим. Ну, ни разу, а? Вот, что нам необходим действительно машина. Но я решила ему как бы подарить до свадьбы, скажем так, сделать подарок до свадьбы. Вот. Я просто очень долгое время копила себе на первоначальный износ на ипотеку. И все свои деньги, вот у меня было 890 тысяч, я сняла, у меня есть счет с текущего счета, ну, справка с текущего счета, что я сняла вот такую вот сумму. Мы с ним поехали в дилерский центр, купили на его имя, оформили иномарку, я потратила все свои последние деньги. Наступает, значит, день свадьбы. Я купила, не ты, а? Я купила. Замолчи. Наступает день свадьбы, все мои родственники приехали, а он, понимаете, не явился. Я вообще чуть себя не посидела, начала обзванивать себе больницы, в полицию, чуть ли не в морг. Просто я была в таком состоянии, меня все трясло, меня отпаивали успокоительными. А ты расскажи, и что вы думаете? Через неделю я вот в таком состоянии пребываю, я прихожу к нашему общему другу, ну, у нас появились с общей друзья за полгода общения, а он там лежит, представляете, на диване, пьяный, в одном носке. Я вообще, вы знаете, в таком, это вот сейчас, да, вот смешно, а на самом деле я была просто в шоке, я говорю, Андрей, что происходит? Один лежит в носке. Один. Ну, хоть так. Вот, и он мне говорит, Ирочка, ну, разлюбил, ну, а что такого? Ну, вот, ну, а что, все бывает, вы представляете себе? Да, и все это он вам говорит. Я вообще не знаю, как глазам вам говорит, в одном носке, да? Да, да. А с машиной-то что? А с машиной что? Я хочу, чтобы мне ее вернули, потому что у меня есть все документы на то, что я купила, вот, договор купли-продажи машины, пожалуйста, автомобиль. Скажите, пожалуйста, на чье имя договор купли-продажи? На чье? На его я оформила, дурочка, конечно. Передайте документы через судебного пристава. Ты думаешь, тебе поверят, да? Посмотрим, кому поверят. Все документы у меня, весь пакет есть. Ответчик, пожалуйста, ваше отношение к иску. Уважаемый суд, для начала, да, сбежал, да, виноват. Я извинялся перед тобой. На чьи деньги машина приобретена? На мои деньги. Ответчик. На чьи деньги приобретена машина? На мои. На ваши деньги. И 20% от суммы я... Какова стоимость машины? Я не буду обманывать, как истец. Какова стоимость машины? 890 тысяч. У меня в счете все указано. Сколько я смотрю? 890 тысяч стоила машина. Да. 630 тысяч я заплатил своих. И 20% от суммы оплатила мне Ира. Доказательства имеются? Конечно, вот, держите. Вот как я снял. Неизвестно, куда на эти деньги вообще. Может, на Мальдивы слетал с кем-то уже. Передайте, пожалуйста. Он же хочет съездить у нас на Мальдиву. Я снял 650 тысяч. В день приобретения машины? Нет, за день до этого. За день до этого. Мы вместе ездили в салон. А как плакался он мне, как плакался. Но где остальные 400 или сколько там тысяч осталось, я их не видел. Я не знаю где они. У меня есть свои сбережения, которые я вот снял. Все ноги сбил. 250 тысяч. Те квитанции, которые она передает. Сколько денежных средств из ТЭЦ внесла? Она может вам 21 век на дворе. Может, подстроить все, что угодно. Сделать там фото какое-нибудь. Все, что угодно может же сделать. Ответчик. Суд задал вам вопрос. Какое денежное средство, какие денежные средства в каком размере были внесены ИСЦОМ в приобретение автомобиля? 250 тысяч рублей. 250 тысяч. Вы это признаете, да? Хочешь, я тебе колеса отдам от машины? Как раз на 250 тысяч. Лучше отдай мне машину, а не колеса. Ты должен отдавать свою машину, Ир. Ну, а почему вы на свадьбу-то не явились? Ну, устроен я так. Ну, вот устроен я так. Как вы так устроены? Я не собирался обманывать. Это правда. Вы можете спросить у моих родителей. Конечно. Так. Спросите у моих родителей. А почему вы на свадьбу-то не пришли? Я спрашиваю, отвечай. Когда? Ну, бывает, ну, разлюбил. В день свадьбы? Нет, не в день свадьбы. Нет. Ну, а когда? Раньше. Это не имеет значения, когда. А что же раньше, что не сказали? Позвонили, вы сказали, извини, дорогая. Я решил, что у нас с тобой семья не получится. Давай все отменим. Что же вы ее в такие условия поставили, что она в свадебном платье? Я прошу прощения, ваше честь. Хорошо, ваше честь. Здесь не дом-2, и костра у нас здесь нет. Мы здесь находимся по той причине, потому что этот человек хочет забрать мой автомобиль. Правильно? Купленный на мои деньги. Когда я разлюбил, во сколько, и в чем я был одет в одном на спине. Купленный на мои деньги, в который я уже и так обратила тебя на квартиру. Я тебе отдала все просто. То есть вы утверждаете, что именно вы вносили денежные средства за данные автомобили, за исключением 250 тысяч рублей. Она их добавила. В остальной части вы не признаете денежные средства. В остальной части оплатил я. Непосредственно я. И даже это... Она говорит, на свадьбу я тебе подарок сделаю. Это было до свадьбы. Что вы хотели добавить? Это было по ее желанию. Я хотела добавить. Вот насчет того, что он говорит, его друзья там вот в турагентстве, друзья там вот помогали. На самом деле, его друзья такие же разводила, профессиональные аферисты, как он. А что ты предмет по-другому говорила? Причем здесь это? Я нашла девочку о свидетелях. Какой классный Максим. Я нашла одну девочку в интернете. Она с ним параллельно, представляете, оказывается, встречалась, когда мы с ним... И тоже ей вообще на уши вешал, что они жениться будут. С двумя он одновременно крутил роман. Ну хорошо, пригласим свидетеля. Свидетеля ИСА, пригласите, пожалуйста. Свидетеля ИСА, войдите. И вот этот цирк показывали эти друзья. А на самом деле они там не работают. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, ваша честь. Меня зовут Лебедева Анна Павловна. Вы тоже машину ему купили? Нет. Дело в том, что вот этот прекрасный молодой человек, он встречался параллельно и со мной, и с Ирой. И он мне обещал абсолютно то же самое, что Ире. Мы с ней потом начали выяснять. А это моя мечта. Что в этом такого? Какая мечта? На двоих мечтах? Это моя мечта. Действительно. Один и тот же ресторан. Хороший ресторан. Один и тот же лимузин. Мальдивы. Ну подожди, стой. Дорогие костюмы. Какие ваши диоди, которые нас разводили? Я действительно это хотел. У него просто так работают знакомые. Они помогают вот таких дурочек, как мы с Ирой, разводить на то, чтобы мы оплачивали дорогие подарки ему. Ты даже ослаблял что-то это делать, а? Ну чего ты, тебя кто-то заставлял? Ну конечно, господи, ну как тебе можно отказать? По твоей инцитиве это было. Ты меня сам развел. Пойдем-ка мы тебе купим этот костюм. А пойдем-ка купим тебе, потому что ты же на меня столько уже бабок потратил. Что в этом плохого? Да нет, ничего плохого. А сейчас ты стоишь и тебя жирки и хочешь. Причем нарцисс? Да потому что вы живете. Вы знаете, что нарцисс? Вы знаете, что нарцисс? Нет, не знаю. Он абсолютно только себя. Отвечу, так все, тишина. Вот бардак, скажите, я тратил... Отвечу, ничего ты не тратил. На тебя тратят такие дуры, как мы с Ирой. Ты их просто находишь и банально разводишь. Ира тебе подарила машину, я тебе подарила компьютер, я тебе подарила телефон, те шмотки вот эти, которые на тебе надеты, куплены за мои деньги. Тебе подарить? А дать тебе обратно? Все дарить было нужно до свадьбы. А не сейчас показываться перед судом. Да, вот, а дать тебе обратно, хотите, я прямо сейчас верну, вот не руку. Я даже сейчас верну, какой актер, зачем ты вот это все делаешь? Какой актер? Так, отвечет, если вы сейчас у меня тут останетесь в одном москве, я вам не переживу. Да подавите вообще своей рубашкой. Суд удаляется, что вы стоите, смотрите. Суд удаляется, красавица, для вынесения решения. Один человек, одените рубашку. Извините. Миллион на машину, ты не вспомнил. Вы знаете, вот теперь я ни о чем не жалею. Тишина в зале судебного заседания. У меня с вами ничего общего нет. Тишина в зале судебного заседания. Судебный пристав, свидетели удалите из зала, пожалуйста. Свидетель. Свидетель, выйдите. Вот, спасибо. А вы не вздумайте раздеваться снова. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о признании за исцом право собственности на спорный автомобиль оставить без удовлетворения. Суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований, так как спорный автомобиль является собственностью ответчика. Приобретение автомобиля одним лицом на денежные средства, предоставленные для этого другим лицом, не является основанием для прекращения права собственности на данный автомобиль у приобретшего его лица. Статья 235 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так же, как и не является основанием для возникновения на автомобиль права собственности у лица, предоставившего денежные средства. Статья 218 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный факт может служить основанием для требования о возврате предоставленных денежных средств, если были обязательства возврата. Суд советует как ИСЦУ, так и свидетельнице, которой вы потом об этом расскажете, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, о привлечении ответчика по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества, и если будут установлены факты, что в действиях ответчика содержатся признаки этого преступления, он будет, соответственно, привлечен к уголовной ответственности. В гражданском правовом порядке при данных обстоятельствах это невозможно, суд отказывает, но, тем не менее, в судебном заседании установлено, что 250 тысяч все-таки вы ему передали. Я хочу, чтобы все запомнили вот это лицо, что этот человек разводит женщину. Дело закрыто. Прошу всех встать. Я все-таки отсужу у этого афериста свою собственность, свою машину. Я буду повторно подавать в суд апелляцию, и правда будет на моей стороне. Решение судьи меня абсолютно не удивило, потому что я изначально знал, что мое останется со мной. А она пусть ходит, бодается за этот ветер, за воздух, за свою алчность. Мое останется со мной. Вот и все.